В Саратове уже давно падает рождаемость. У нас с чем это связано? Почему не хотят позвонить? Браки тяжелые. А что тяжело? Не знаю. Никто не хочет друг друга кормить. Экономика? У нас самих двое детей. И не хотят детей рожать никто. А сколько лет? 30, 29, погодки. А чем объясняют? Не хватят. Просто не хотят? Не хотят просто и все. Забота о близком никому не нужна. А с чем вы связываете то, что люди не хотят заводить детей? Думаю, что мало зарабатывают, чтобы обеспечить будущий ребенок. А сколько надо на ваш взгляд зарабатывать? Сложный вопрос. Счастье не в деньгах. А почему? У меня не жизнь под средством. Тут как бы всегда мало будет. У людей мало финансов в нашем городе. И поэтому каждый хочет больше и едет в другие города, чтобы устроиться на работу. То есть все в деньгах? Конечно. Я думаю так. А сколько нужно, чтобы семью прокормить на вас? Семью с ребенком? Ну, тысяч пятьдесят месяцев, я думаю так. Человек? Если и мужчины и женщины при этом работают. Мне кажется, что в первую очередь сейчас молодые люди делают упор на обучение. И во-вторых, в Саратове мало перспектив для развития молодых семей. Потому что зарплата низкая, работать практически негде. Большинство заводов закрывается и так далее. Ну, по сути, да. Все, по большей части, сейчас, как, по крайней мере, из моих знакомых, мигрируют либо в Москву, где побольше заработки, либо где-то в ближайшие такие города Самара, Волгоград и так далее. Глупые люди. Посмотрите на наш город. Это великолепие Российской Федерации. Я считаю, что это неоправданные вообще поступки абсолютно. Но если без шуток. Начнем с того, что у нас в городе очень трудно что-то получать. Надо всегда отдавать. Поэтому люди выбирают карьеру. Зарабатывают деньги? Да, сложно сейчас заработать деньги, наверное, поэтому. Не хотят детям лишний раз устраивать судьбу не получившуюся. А сколько надо на ребенка сейчас? На ребенка? Ну, ты сверху сделаешь. Мне кажется, на ребенка не меньше сорок где-то уйдет. На маленького побольше. Даже побольше. И что? На ребенка на одного. Конечно, одеться, брать школу. Сейчас же молодежь такая, сами знаете. Детей надо заводить только тогда, когда ты в этом уверен. Когда ты поднялся с колен. Просто рождаемость опять же упала из-за того, что сегодняшние браки достаточно неосознанные. И люди, которые вступают в браки с супруги, они достаточно в молодом возрасте это делают. Там 18 лет, 19 лет. Толком не узнав человека друг о друге. И, соответственно, это влечет к быстрым разводам. Поэтому люди делают необдуманные выборы, из-за чего статистика портится. Я считаю, что это дело случая. На ваш взгляд, почему у нас люди перестали хотеть заводить? Не знаю, я родила. Да? Да, 4,5 года назад. А сейчас почему такая тенденция? Все хотят отдыхать, гулять, знаете. Декрет очень выматывает. А по деньгам? По деньгам? Не знаю, у меня муж зарабатывает хорошо. Сколько надо сейчас, чтобы сближать с женой или глядой? Ну, у всех по-разному. Кто сколько? Ну, в вашем понимании. Ну, в моем понимании 150 в месяц. У меня с карточки с моей лично так уходит. Ну, мне кажется, наверное, многие просто боятся то, что... Ну, в плане... Ответственность это сложно. Некоторые не справляются и думают, что не справятся. Поэтому... И маленький, мне кажется, прожиточный минимум в Саратове у нас. Из таких денег сильно не разгуляешься с ребенком, которому много надо. Деньги, да, играет. Потому что материально, тогда, конечно, это все-таки нужно везде тратиться. Также эти же покупать смеси, памперсы. Это же все сейчас дорого. А как бы если хороший декретный, то это еще, может быть, не страшно. Ну, как бы одного ребенка, как бы, многие-то рожают. Но вот, мне кажется, в основном я как бы слышу, что... Ну, то есть за вторым мало кто хочет идти.